всем привет из солнечной калифорнии вы на канале демосквин с вами максим оля и вся демосквинская орала сегодня мы с вами поговорим на тему вопросов которые чаще всего прилетают нам в инстаграме в ютубе вы представляете даже на почту почта которая у нас для рекламы который у нас проверяет менеджер а даже не мы нам все равно туда умудряются написать одни и те же вопросы и сегодня мы возможно мы заведем новую рубрику если у вас будут появляться к нам какие-то вопросы вы их можете оставлять в комментарии под этим роликом и скорее всего мы придумаем такую рубрику и будем периодически отвечать на самые часто задаваемые вопросы а сегодня мы с вами поговорим о таких вопросах как языковой барьер насколько тяжело нам адаптироваться в новой среде из-за того что мы знаем или не знаем язык то есть в общем раскроем тему языкового барьера нашего с калифорнийцами следующий вопрос который просто по-моему написали везде и все кому было не лень поручительство можем ли мы быть поручителями бываем мы или не бываем и почему в общем поговорим про поручительство где взять поручителя это тоже вопрос который нам часто приходит третий вопрос который мы с вами обсудим как с нами можно связываться потому что по адекватным причинам мы не выкладываем свои личные контакты никуда ну вы сами понимаете вам бы тоже не хотелось чтобы в открытом доступе ваши личные контакты были на виду и четвертый вопрос который мы с вами обсудим это вопрос который по сто раз под каждым нашим роликом всплывает комментарии мне кажется даже одни и те же люди его по сто раз задают и мы на него отвечать уже перестали мне кажется люди смотрят наши ролики чтобы написать этот вопрос а что с работой у вас ну и первый вопрос с которого мы с вами начнем это языковой барьер очень то у нас с языком примерно так звучит на каком уровне владения английским мы приехали в сша какой он сейчас насколько сложно нам общаться коммуницировать цветы расскажи жена как тебе а вы знаете мой инглиш литл бик как говорится на самом деле я не чувствую что мне гипер сложно как-то здесь говорить на английском потому что во первых сакраменто к сожалению достаточно редко приходится говорить на английском потому что здесь большое количество русскоязычного населения и придя в любую вообще организацию сто процентов будет русскоязычный работник там или переводчик или переводчик это сто процентов но если есть необходимость разговаривать на английском а она у меня возникает каждый день это при звонке по телефону например в клинику да там подтверждение appointment когда я перехожу в школу за ребенком когда я общаюсь с тренером своего ребенка любые в общем там приходится говорить на английском я умею говорить на английском это скорее всего звучит примерно так же как не надо идти на школа примерно наверное как гражданин узбекистана бы говорил на русском ну в общем все же понятно да ну в целом то как бы наверное смысл если сложить слова ясен и в общем короче нам удается худо-бедно доносить свои мысли до людей нас понимают вот что самое главное нас понимают а еще когда я отвечаю на вопрос часто вот если мне этот вопрос кто-то пишет адресует там где-то или и мне удается на него ответить я говорю как та собака павлова вот все понимаю сказать не могу и мне люди чаще всего говорят были у меня тоже история с пониманием слов англоязычной речи откуда-то у нас нет проблем я не знаю откуда у меня в школе практически не было английского потому что в пятом классе когда он начался моя учительница по английскому уволилась и английского у нас не было класса мне кажется до 10 до 10 по такая не пришел в новую школу но и не сказать что там я особо английским блистал потому что я отстал слегка на пять лет в общем я не знаю откуда я знаю как будет ложка вилка по-английски я не знаю откуда я знаю глаголы бегать там прыгать лежать и бежать не знаю просто откуда-то я их узнал и когда мы летали по разным странам отдыхать мы уже пытались изъясняться там в общем для туристического английского откуда-то нашего уровня хватало вот здесь конечно же за полгода наш английский подтянулся и я всегда с гордостью заявляю что я даже могу иногда разговаривать по телефону и объяснять что-то по телефону и понимать что мне говорят естественно когда касается каких-то сложных вопросов типа там страховки или мне нужно поговорить например с даниным врачом и рассказать о его симптомах я иногда даже на русском языке это не могу рассказать те вопросы которые требуют высокой важности высокой точности мы стараемся решать с переводчиком но я например не достаю google translator ни в каких практически случаях до последнего пока уже ну пока уже не зашел в тупик я стараюсь всегда тренировать свой мозг и до последнего подбирать слова фразы из головы до тех пор пока мы не найдем какой-то общий язык ну и в завершении что хотелось бы сказать американцы очень лояльные люди никто никогда на вас вот так не посмотрит и не скажет что по наехали язык не знаете они максимально терпеливые они очень лояльные они будут ждать постараться вас понять они будут стараться очень медленно проговорить так чтобы вы поняли то есть нам не встречалось еще тех которые бы не стали с нами разговаривать за нашего плохого английского ну и мы учим английский вообще-то в школе в онлайн приложениях и так далее поэтому мы очень стараемся в общем нам здесь комфортно несмотря на то что язык мы знаем литл бик литл бик вопрос про поручительство в instagram в директ каждый день короче мы получаем миллиард сообщений но человек 10 в день точно пишут мне нужен поручитель сакраменто пожалуйста станьте нашим поручителем или как мне найти поручитель помогите мне пожалуйста найти поручителя короче мы не являемся агентством по поиску поручителей это раз мы не находим платных поручителей бесплатных ну то есть мы этим не занимаемся единственный поручитель которого мы знаем это тот поручитель который поручился за нас мы о нем уже рассказывали в роликах и повторяться не будем потому что и так на него обрушился огромный шхвал желающих перейти через него границу и на данный момент человек помог перейти границу вот поручившись просто подняв трубку более чем уже скольки семьи более чем тысячи говорят но мы не призываем вас обращаться к нему и кроме всего прочего мы не можем вам дать каких-то других имен и других поручителей единственный рецепт поиска поручителей который мы знаем и можем вам предложить это когда вы ищите поручителя поручителя нужно искать в том городе в котором вы собираетесь остановиться до суда хотя в городе где вы будете проходить судебное заседание свое если вы едете например в калифорнию в сакраменто вы ищете там если вы направляетесь в нью-йорк вы ищите поручителя в нью-йорке неважно в вашингтон значит там потому что для вас это очень сильно упрощает вашу ситуацию с судебной системой иначе если вы вдруг потом начнете менять города вам придется менять юрисдикцию суда это огромные проволочки это может удлинить ваше дело о политическом убежище поэтому просто открывайте фейсбук в америке пользуются фейсбуком открывайте фейсбук в поиск вводите название своего города на всех языках которые понимаете едете в шарлот пишите шарлот иммиграция шарлот и все 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 интерпретации которые вы можете придумать своей голове в общем все группы которые выпадают русскоязычные с названием этого города во все группы подписывайтесь во всех группах просто напишите пост максимально понятные с рассказом о себе своей семье и с просьбой откликнуться доброго человека который сможет за вас поручиться этот рецепт работает всегда просто у большого количества наших подписчиков этот рецепт сработал отзываются реально добрые люди которые не берут за это денег которые абсолютно честно выполняют там все что поручителю требуется выполнить это могут быть какие-то волонтеры при церквях это могут быть просто добрые люди которым когда-то кто-то также пара протянул руку помощи сейчас они очень сильно желают отдать кармический долг и помимо фейсбука есть еще также группы telegram то есть 2 2 площадки которые вам необходимы группы telegram группы facebook есть какие-то сервисы которые пытаются продавать платных поручителей но знайте что платное поручительство это мошенничество незаконно то есть на территории соединенных штатов это считается незаконным как для человека который эту услугу предоставляет так и для человека который это услугой пользуется поэтому если на границе кто-то узнает что вы идете через платного поручителя они могут наказать наказать вплоть до и вас и и дедушина и прочих всяких дел ну и самое главное вопрос который нам пишут просто по 50 раз в день вы можете быть моим поручителем будьте моим поручителем а вот мы вам отвечаем сейчас мы проконсультировались с миграционным адвокатом по этому поводу и мы не можем быть поручителями потому что мы не являемся ни гражданами сша не green card holder ами на данный момент в иммиграционных чатах вам будут рассказывать что вашими поручителями может быть к кто угодно но если на границе узнают что ваш поручитель не является гражданином или green card холдером для вас как для переходящего границу это грозит детеншином то есть теории если они не прочухают вы можете перейти это возможно принципиально это возможно и наверное в чатах они чуть-чуть не врут но не договаривают мы не собираемся никого подставлять мы не имеем права сейчас быть поручителями когда мы такое право получим скорее всего мы ими будем но в данный момент мы не можем подставлять тех людей которые к нам обращаются мы не хотим создавать никому проблем поэтому как искать поручителя мы вам рассказали и у вас есть и возможности найти себе хорошего поручителя кто ищет тот всегда находит следующий вопрос который мы получаем очень часто практически под каждым роликом в ю тубе комментарий нам пишут а как с вами связаться отдайте пожалуйста свои контакты отдайте свой номер телефона ватсапа телеграма мы хотим вам писать ну блин ребят давайте будем адекватными ни один нормальный человек не выложит в открытый доступ вот сейчас у нас 15 тысяч подписчиков я должен выложить свой личный контакт ну блин правда я хочу иногда спать есть гулять со своими детьми любить свою жену не знаю заниматься своими делами и ну типа если каждый вдруг решит хотя бы минуту времени чтоб я уделил я должен 15 тысяч минут уделить в день но типа я не могу дать свои личные контакты и единственный способ с нами связаться это наш инстаграм ссылка на который под каждым видео под каждым видео подпишитесь в инстаграм если вы вдруг находитесь в россии и инстаграм заблокирован вы же знаете вы умненькие что если пен вы поставили его и инстаграм у вас прекрасно работает вы пишите нам дирик задаете какие-то вопросы если мы отвечаем по мере возможностями отвечаем всегда везде поверьте друзья я даже ночью просыпаюсь ребенка покормить и вот там смотрю инстаграм и даже ночью могу кому-нибудь ответить всякое бывает иногда бывает такое что вот у нас появилась свободная минутка мы стараемся по мере возможности наряду со всей своей остальной жизнью но личных контактов мы своих никому не дадим и давать не будем не обессудьте но это честно мы не хотим чтобы наша жизнь стала достоянием вообще всех кроме нас и второй аспект этого вопроса зачем вам с нами связываться лично вот тут может быть два варианта первый если вы уже находитесь прям вот у границы и там не сегодня-завтра переходите и вам нужна реальная там наша помощь и поддержка там может быть встретить в сакраменто или там помочь с поиском жилья или там помочь с поиском машины или банально там съездить за продуктами ну а суточного жилья мы не можем вам помочь к сожалению с постоянным жильем потому что это лично нет нет у нас такого пока еще такой возможности вот поэтому тут как бы вообще без вопросов всегда можете написать в instagram мы всегда ответим поможем подскажем встретим все договоримся обо всем но другой вопрос если вы находитесь еще в россии и планируете когда-нибудь переезжать а и вам просто хочется с нами поговорить лично в общем задать какие-то вопросы которые абсолютно все мы уже рассказали в своем в своих видео на канале а у нас на канале сейчас более 60 видео которые мы записали вот делаем по два ролика в неделю и поверьте это очень тяжелый труд если вы смотрите ролик 20-минутный вам кажется ой ну чё там 20 минут поболтали и все поверьте на это выходит очень много времени для того чтобы собрать информацию какую-то важную полезную для вас который мы можем поделиться для того чтобы эту информацию интерпретировать как-то там продумать что записать чтобы записать не всегда с первого дубля чтобы смонтировать благо нам помогает монтировать очень классный человек который находится в россии он это делает но нам тоже с ним все эти вопросы нужно согласовать чтобы даже ролик описать оптимизировать сделать описание для него превьюшки и все друзья поверьте мы тратим об огромное количество времени на то чтобы дать вам вот все 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 чтобы на все ваши вопросы ответить то чего нам не хватало когда мы в такой же ситуации как вы находились когда мы только собирались ехать или когда мы были в пути мы понимаем чего не хватает и поэтому стараемся вот этого вот выдать знаете что самое главное мы это делаем вообще бесплатно то есть каждая каждый ролик вся эта информация в них она абсолютно бесплатная мы вообще с этого ничего не получаем потому что монетизации в россии нет то есть вы смотрите наши ролики а мы с этого ничего не зарабатываем но тут смысл не в этом а мы это делаем просто потому что для нас важно поделиться и сделать для кого-то в общем что-то доброе что-то хорошее чтобы вам чуть-чуть полегче было тот же самый путь пройти который прошли мы и уже есть десятки наверное сотни людей которые собирались у которых была подобная с нашей ситуации которые воспользовались нашими советами у них все получилось мы этому безумно рады если хотя бы одному человеку бы это эти все видео помогли это уже большое дело для нас то есть мы эту работу уже проделали уже проделали один раз потратили на нее кучу времени и когда нас просят можно мы вам вопросы зададим вот все те же самые о которых мы рассказали уже в видео можно мы с вами просто поговорим мы выезжать будем когда-нибудь может быть через несколько месяцев а может быть и через год но нам бы очень сильно хотелось с вами лично поболтать друзья вот желающих с нами лично поболтать каждый день бывает по несколько человек и мы не можем повторно потратить свое время на то чтобы рассказать вам то же самое что уже рассказывали и вы знаете если в целом мы можем это сделать пожалуйста если вы хотите лично поговорить если вы хотите какие-то может быть свои личные ситуации обсудить мы это можем сделать но давайте договоримся так чтобы это было честно если мы тратим свое время то это как-то должно компенсировать это будет честно вот поэтому какие-то личные разговоры личные консультации личное общение ответы на вопросы личные мы будем тогда с вами договариваться только за вознаграждение символическую плату потому что мы будем менять свое время на вашу энергию виде денег все это это честно потому что если я трачу свое время не на детей не на жену не на свою маму чтобы с ней поговорить или ольга тратит не на своих родителей то это как-то должно быть для нас компенсировано мы с удовольствием поговорим но окей только на на вот таких условиях и либо пожалуйста вы можете найти все ответы на все ваши вопросы я отвечаю скорее всего на все потому что мы освещаем такие вопросы которые мало кто освещает мы рассказали уже и про роды в сша мы рассказали про то как адаптируются здесь дети с особенностями развития в частности с аутизмом у нас ребенок мы рассказали о том как мы переезжали все маршруты что сколько стоило пожалуйста все это смотрите это все есть на нашем канале но если хотите общаться лично мы можем это сделать но не обессудьте это честно по крайней мере по отношению к нам вот и важные два момента которые мы не будем обсуждать с вами ни за деньги не без денег мы не консультируем по иммиграционным кейсом мы не оцениваем их мы не являемся иммиграционными специалистами или иммиграционными адвокатами поэтому мы не будем оценивать ваши кейсы или давать какое-то экспертное заключение и рекомендации никаких никаких рекомендаций давай с этими вопросами юристом причем мы даже публиковали видео с адвокатами с паралеком вопросы если вам нужно вы можете эти вопросы тоже там посмотреть если вам нужно уже проконсультироваться с кем-то с адвокатом по своей ситуации напишите нам в инсту мы дадим контакты с кем можно поговорить пообщаться какую-то консультацию получить оценку своего кейса но мы этого не делаем и второй момент о котором мы не будем говорить мы не будем с вами разговаривать о крипте мы не даём консультации по крепте мы не рассказываем как на этом зарабатывать или тратить или потерять деньги потому что каждый за свои деньги в ответе сам и мы не хотим и не будем брать ответственность за чужие деньги конечно всем бы хотелось чтобы кто то что-то там вот очень быстренько рассказал и все стали миллионы мы этого не делаем потому что мы так же не являемся в этом какими-то специалистами, мы не продаем никаких курсов по крипте, ничего подобного. То есть, если хотите с этим разбираться, разбирайтесь сами, ищите, масса материалов есть на просторах ютуба, в интернете, платные курсы, бесплатные, разбирайтесь. Но этот вопрос не к нам, это второй вопрос табу, который мы не будем обсуждать. Поэтому, вот что касается с нами связаться, пишите в инсту. Пишите в инсту, а там уже обсудим, какие вопросы конкретно вам, с чем мы можем действительно быть для вас полезными. Если вы очень близко к Сакраментовке, поможем, встретим, поговорим, пообщаемся, дадим все явки, пароли, куда идти, куда податься, где что сделать, какие документы и так далее. Но если просто праздно поболтать, ну, поболтаем. Мы тут по пути заехали в Маршал, мы в этом Маршале с вами уже были. Как-то? Короче, мы пока записываем видео для вас с ответами на вопросы, мы решили порешать свои насущные проблемы. Вот к вопросу, к вопросу, как видео пишутся. Приходится вот так делать, потому что времени на все очень сильно не хватает. А в Америке, кстати, время бежать почему-то гораздо быстрее, чем в России. Сейчас зайдем с вами в Маршал, нам надо с вами, с вами, убить Любке кроссовки, потому что у нее начались тренировки по чирлидингу. Ей нужны белые кроссовки, прям белые. Вот, и давайте, короче, будем выбирать, вы там советуйте. Что, кого, какие брать? Там и Барьев, есть? Да вы прошли мимо. Нет, мы прошли мимо. А, блин, а мы чуть не вошли туда, где входа нет. Ой, смотрите. Хэллоуиншная. Хэллоуиншная. Поняли? На носу-то хэллоуин. Привиденец милый очень. Я это видел уже в другом марше. Это Касперы. Так, Люба, лови нашего привидения. Блин, ну какие классные все штучки. Китти, китти. Черная кошка. Мадам. Девушка, они танцуют. Вот такие шабаты. Смотрите, какие классные. Вот эти вот очень добрые привидения. Кстати, ну-ка, напишите-ка в комментариях, как вы относитесь к Хэллоуину. Любите этот праздник вообще, отмечаете? Мы планируем отмечать в этом году. Причем мы никогда против него ничего не имеем. Мы против него никогда, я больше скажу. Мы этот праздник, Хэллоуин, отмечали, когда еще учились в универе. Это у нас прям, у нас такие... О, это давно было. Это было давно, и у нас были такие крутые костюмированные вечеринки, просто вообще отрыв башки. А Люба планирует в этом году, она сказала, сладости или гадости добывать. А, ты пойдешь сладости или гадости добывать? Да. Да? О, делай. Круто. О, так, давайте, все, выбираем свои кроссовки. Мы в Famous Footwear зашли, и... Какое? Такие кроссовки. Какой это? Так, ну это какой-то, я не знаю, какой бренд. Вот пумки, 24 бакса. Вот смотри, пумки 24 бакса меня устраивают, нежели Nike 66. Давайте, напишите в комментариях, дорого это или дешево. По российским меркам 24 бакса, это что теперь? Типа 2400, что-то, ну, близко к тому, да? Серьезно? Дорого это или дешево? Ну, потому что что-то... По американским меркам это примерно где-то как час работы. Час работы. Ну, типа, за час работы можно вот детенышу купить кеды. А дорого это вот за 2400? Наверное, тоже недорого, да? Даже по российским меркам за 2400 кеды. Ну, 2400 это, наверное... Я не знаю, сколько стоит день работы сейчас у людей. Ну, если человек получает где-то 50 тысяч и работает 20, типа, дней в месяц, то 2500, 2400 это день работы. Ну, это да, типа день работы. Просто не все получают 50 тысяч. Ну, да. К сожалению. К сожалению. А вот еще, смотри, какие есть. Вот это, кстати, тоже Любин размер. А вот это какой-то Линк. Научка. Это, кстати, нормальный у Даньки кроссовки. А вот Линк какой-то. Это не малюсенькие. Ну, они мне тоже нравятся. Они по форме как Air Force. Вот они, Линк, глубинного размера. Смотрите, они 17 баксов всего стоят. 17? Ну, вот эти помни тоже нормальные. Где? Куда делятся? Люба их уперла? Я не знаю. Она их уже мерила. Ты померила? Они мне маленькие. Угу. У нас тут это... Дилемма. Второй размер ей маленький, а третий большой. Оль, смотри, зима ж скоро, надо, это... Меховые кроссы. Да-да-да, скоро зима. У нас зимой вот в такой обуви надо в школу ходить, да? Ну что, Любань, большой? Да, не большой. Ну, надо второй тогда надеть. У них будет зеленая форма и вот этот белый кроссовок с зелеными... Белый рыбок этот с зелеными полосками. Харрис какать. Посмотрим, сколько стоит. 30 баксов. Ничего себе. Самые дорогие выбрали. Давай, миленькая, одевай. Зато мы не миллионеры. Зато, мы, говорит, не миллионеры. Нет, мы миллиардеры. Действительно. Вот эти вот отделы возле кассы, вообще, любимый отдел наших детей. И вечно что-нибудь... Что-нибудь они добавят к покупке обязательно. Так, возмущение. Ха-ха-ха. Знаете. Кстати, вот про английский. Вот, не знаю, может быть, у вас будет по-другому или у вас было по-другому, но мой язык не приспособлен. Он прям запинается за английские слова. Когда надо что-то быстро сказать, я обязательно втыкаюсь. Ну, это просто с непривычки. Моторика языка у нас чуть-чуть по-другому устроена. Моторика языка под английский хорошо устроена у Дании? Э, это. Потому что американцы, они разговаривают как будто... Н краса слабой. Все время. а мы пытаемся выговаривать и вот втыкаешься прям в эти слова но зато для американцев наши слова звучат как ругательство как ругательство да мне рассказывал чувак он 20 лет уже здесь и он говорит они работали были русскоязычные и американец и они между собой там подай то там принеси это вы просто переговариваются а им американец вадим а вы почему все время ругаетесь я этого вадиму говорю а ты представь как для американцев звучит слово бора это наверно как вот это вот фашисты когда просто мы периодически заболтаем в один пору когда американцы слышат у вас есть возможность сейчас наблюдать вообще как долго записываются видео потому что короче пока мы тут с вами разговариваем ездим занимаемся своими делами уже темно стало то есть мы начинали записывать видео было прям светло-светло а сейчас уже прям вечереет на самом деле у нас всего 7 30 вечер да здесь очень рано темнеет ну что наконец-то вопрос лидирующего всех чатах а что у вас с работой всегда хочется ответить а у вас или еще вопрос может по-другому звучать она что живете а нам всегда хочется спросить а вы почему вы нам не рассказываете на что вы живете да давай ты первый начни так вот ребят если по чесноку ну как бы уже без шуток для того чтобы в америке работать нужно иметь два документа первое это сссн это как наш и нн да в россии не знаю как белоруссии в украине казахстане какие документы и ворк пермит или ворк авторизейшн или разрешение на работу проще говоря так вот работать хотя бы без одного этого из этих документов нельзя официально нельзя да а уж тем более говорить об этом в публичном медиа пространстве это вообще верх как по слову подобрать правильнее чтоб не матюхнуться случайно это наверное слегка легкомысленно чтобы не запикивать просто скажем что это слегка легкомысленно и мы абсолютно точно знаем что есть блогеры которые приезжают начинают работать с первых дней без разрешения на работу там всякими левыми схемами еще об этом рассказывают во всем о всех своих левых схемах так вот смотрите это люди либо не понимающие зоны ответственности что за это будет либо возможно даже обладающие какими-то устными отклонениями это шутка конечно но скажу либо не очень отчаянные и я не знаю преследуют какие-то цели сумасшедшие по максимально быстрому набору подписчиков или чё-то мы тоже хотим миллион подписчиков но мы не готовы нарушать закон мы понимаем что это очень хайповая тема что ее все очень ждут давайте так как только у нас будет ворк авторизейшн как только у нас будет официальное разрешение на работу так у нас сразу появится работа мы сразу о ней вам расскажем договорились давайте вот пока так договоримся мы сейчас ответили на этот вопрос я думаю что все умные люди понимают о чем я говорю что без разрешения на работу на войне нельзя мы не работаем и никому об этом не рассказывает на сегодня я думаю достаточно самых выдающихся вопросов ну а если у вас серьезно есть какие-то вопросы к нам обязательно оставляйте их в комментариях если у вас есть персональные вопросы если вы находитесь уже близко к сахармен то вам нужна какая-то помощь поддержка там что-то рассказать подсказать помочь подсобить под содействовать жесть пишите в instagram еще раз мы всегда отвечаем в инстаграме мы всегда отвечаем в youtube и мы находим на это время нам и не всегда можем разговаривать по телефону вернее даже не такой практически никогда не можем разговаривать по телефону но ответить на ваши вопросы которые напишите мы по мере возможности старая в общем мы стараемся быть полезными для вас и надеемся что действительно то что мы делаем кому-то нравится кому-то полезно кому-то помогает в чем-то и пожалуйста если наши видео действительно полезны поделитесь самым любимым своим роликом где-нибудь в своих соц сетях или со своими близкими с друзьями помогите нам набрать миллион подписчиков даю жена ой жена говорю вон так маленькая моя дочь любовь она решила что нам нужно миллион подписчиков и мы не можем отказать ребенку а вы можете отказать смотрите в эти глаза подписывайтесь на наш канал и помогите узнать о нем другим людям кому-то еще то что мы рассказываем будет полезно с любовью демосквинс пока и Субтитры подогнал «Симон»